Сегодняшнюю лекцию с новым микрофоном мы посвятим отвлеченной проблеме от нашего курса сравнительно отвлеченной проблеме, проблеме долголетия. Будучи студентом технического училища, преподавал нам профессор Кугушев завкафедрой и на одной из его лекций я от него услышал такой монолог, что вот проблема в стране стоит о повышении долголетия ученых-специалистов, что такая проблема поставлена Коммунистической партией Советского Союза в связи с тем, что вот ученый набирает свой вес, информацию набирает и только поднявшись на эту гору, вершину своих знаний, казалось бы он должен молодежи передать все это дело, но жизнь его обрывается в довольно-таки молодые годы. И вот такую проблему ставила в процессе построения коммунистического общества, Коммунистической партии Советского Союза. И надо сказать, эта проблема довольно-таки успешно решалась. Например, относительно того же Александра Михайловича Кугушева, он активное долголетие было у него до 80 с лишним лет и скончался он около 90 лет, что, конечно, для него можно было еще и подольше таким людям пожить. Так же, как, например, и Смолову. Но здесь я могу своего учителя Смолову вспомнить, который воевал в блокаду Ленинграде. Он на Северном флоте служил, и у него была травма головы такая, что у него практически полмозга не работало. И, закончив войну, он окончил институт, после этого стал ученым и защитил и докторскую диссертацию, стал заслуженным деятелем науки и техники. И в возрасте еще 85 лет, когда с ним разговаривал по телефону, он сообщил, что пишет еще статьи. Дожил он до 90 лет. Ну, что тоже, я считаю, что это для таких специалистов крупных это маловато. Следует отметить, что вот данная задача партии была поставлена вопреки общемировой тенденции, когда, например, вот как в роликах Сергея Александровича Саля, секретаря Ленинградского научного общества, в этих роликах показано, что в конце 19 века и в начале 20 века были уничтожены все основные кадры ученых, которые могли обеспечить прорыв в современных областях науки и техники. Они были уничтожены все при загадочных обстоятельствах. Кто выстрелом в голову, кто отравлен, кто другими мерами, начиная от того ученого, который покритиковал Эйнштейна, и даже и до Панкары доходя, который тоже при загадочных обстоятельствах скончался. Такая же история была в революции, когда уничтожались не только ценности, исторические ценности и культурные, но и уничтожались и носители этой культуры и научных ценностей. В частности, такие ученые, как Лосев и другие, которые в Ленинграде работали и так далее, которые впервые, в общем-то, были основоположниками этих гетеролазеров, которые сегодня Нобелевскую премию получили. Но сейчас никто об этом не говорит, что вот с приходом доблестных большевиков, среди них были транскисты, которые были не заинтересованы в линии партии, они против линии партии шли, и эти транскисты уничтожали все светлые научные кадры, уничтожали библиотеки, или захватывали их, передавали своим родственникам. В крупнейшей библиотеке, типа детской литературы был там, один товарищ передал своему, работал он в НКВД, передал своему Сергею библиотеку крупного специалиста в области детской литературы и так далее. То есть проходила прихватизация по всем направлениям. И вот, вопреки этой тенденции, в конечном счете, после 20-го съезда КПСС, когда были вот эти все отклонения, разоблачены, и транскизмы, и все такие измы, и маоизм в том числе был разоблачен со своей культурной революцией, и также вот тенденции, которые привели к развитию таких, как Пол Потт и так далее, Янг Сари и других диктаторов подобного типа, которые уничтожали интеллигенцию в основном. Вот, вопреки этой тенденции, КПСС поставила задачу увеличения продолжительности жизни ученых. Ну, конечно, наиболее ценные кадры опекались более тщательно. Поэтому, и, в общем-то, были достигнуты определенные успехи. Но, дальше это во что переросло? Смотрите, как развивается совершенно современная геронтология. Она развивается по пути создания киборгов. То есть, фактически не решает задачу продления жизни человека, а решает проблему создания для человека новые одежды в виде тела, так сказать, заменяя отдельные функционально важные органы на запчасти, или выращивание новых органов из соответствующих биологического материала на основе ростовых клеток. Вот таким путем. То есть, вместо естественного пути, который приводил к решению задачи, пошли по ложному пути, который приведет, в принципе, к выхолощиванию как человека, как такового, и созданию робота, лишенного души, лишенного моральных принципов, и выполняющего определенную просто программу, как, собственно, сейчас и многие люди уже выполняют программу. Вот, посмотрите, ЖКХА. Ведь это же сплошная компьютеризация и обман народа. В принципе, там уже человека-то нету. Все в компьютере обсчитывают, обманывают, а потом концов не найти. Вот к такому решению и сводится вот эта современная геронтология. То есть, киборганизация вот этого нашего организма. И, конечно, выхолощивание духовного, полного духовного состава. До этого используются и религии, и идеологии, и принципы капитализма, и либерализма, известные принципы. Поэтому вот такой путь и пошел. А если бы было по естественному пути пойти, то надо было, конечно, опираться на древние, во-первых, науки и в их современном развитии. Вот высказываю я сейчас свою точку зрения. Это от себя, она не имеет под собой ничего, кроме моего личного мнения. Она просто опирается на тот багаж информационный, который подо мной стоит. И вот этот багаж говорит о том, что Библию, рассмотрим Библию. В Библии же сказано, что вот первый человек. Ну, не отрицать сейчас ни одна религия, что был первый человек, типа Адама, Евы. Что он нарушил, этот человек? Какой Божий запрет? Он нарушил запрет яблока. Вот это яблоко, запретный плод, он съел. Многие сейчас, вот мы понимаем это иносказательно, то есть он что-то приступил, такой закон, который позволяет ему определять, что такое добро, что такое зло и так далее. Но никто не рассматривает это в прямом смысле. Поэтому ведь это сделано для нас, которые мало соображают, мало умеют. И поэтому сказано было в Библии именно для нас, что именно съели яблоко. В чем сущность этого яблока? Она заключается в том, что в яблоке содержится железо. Это всем известно, этот химический элемент железа. Это основа вот этого самого органического вещества яблока, который в нас проникает при этом. То есть мы отведали яблоко, содержащее железо. В результате того у нас в гемоглобине центральным элементом стало железо. То есть элемент железа, феррум. И он стал выполнять роль двоякую. С одной стороны, он является добром, как переносчик кислорода в организм. А с другой стороны, он является колоссальным злом, так как он токсичен. То есть сам гемоглобин токсичен в организме. И его формы совершенно различны. Он может быть связан как с одноокисью углерода и с другими вещами. Он все может притянуть к себе, кроме кислорода. И этих гемоглобинов насчитывается порядка восьми букв алфавита. А может быть даже и больше. Далее хочу сказать, что вот Библию рассматривать дальше мы можем заметить, что там написано, что были несколько веков развития человечества. Были золотой век, были серебряный век, век медный или бронзовый, и, наконец, век железный, в котором мы сейчас вот и находимся, в этом железном веке. То есть падение человека от уровня ангелов происходило по этапам. Вот по этим четырех ступеням. В результате мы получили углеродную основу и железную основу в виде гемоглобина разносчика кислорода, то есть переносчика кислорода. В организме мы получили кислородный таким образом обмен веществ. Вот в этом и заключается результат грехопадения. То есть нельзя было это яблоко есть, иначе получаешь смертное тело. То есть противоречивое, двойственное. С одной стороны, хорошее, с другой стороны, может быть и плохое перевернуться в зависимости от ориентации, от степени осознания своего собственного греха. То есть от свободной своей воли. Вот это я и хотел вот с такой точки зрения, если подходить, и обращаясь вот к современной науке, можно сказать следующее, какой вывод делаю из этого. Что тот тупиковый путь, который мы сейчас в геронтологии проходим, он не упрется ни во что хорошее. Ну, предположим, вот я глубокий старец, и мне посадили сердце, допустим, хорош, у человека разобрали на органы, вот как на Украине сейчас делается, и мне поставили вот это сердце от молодого бойца-солдата. Хорошо, я немножко протяну, но сам корень веществ, состав вот этой не изменится. Обмен веществ никак не изменится, потому что остается основа углерода и железа. Ни золото, ни медь, ни серебро. Основой является железо, которое двойственное. Вот оно меняет свою валетность в зависимости от того, как себя ведет человек. А дальше, как он получил хоть другое сердце от самого здорового человека, но у него тоже своя карма, своя судьба. У того человека, от кого сердце ты себе переставил. То есть это сейчас идет по вопросу нерешения проблем. И далее я заметил, что именно внедрение вот этой кемоорганизации, внедрение компьютерной техники и так далее, это тупик в развитии человечества. Это каждый может судить по проблеме своего ЖКХ. Вот уж, казалось бы, где все компьютеризировано. Единый расчетный кассовый центр. Куча сидят девушек, куча компьютеров. И взять проблемам банковской системы. Там же одни компьютеры. Приходишь, и мы что получаем-то? Мы получаем разорение общества. Мы получаем деградацию общества, кризисы и так далее. Обман. И с этих счетов снимаются жуликами. Деньги свободно. С этих всех счетов. А с появлением компьютеров это вопрос вообще решается очень просто. Надо только знать номер расчетного счета. И считай, что обчистить ваш расчетный счет ничего не составляет. Об этом и говорил и товарищ Сноузен. Вот я об этом сегодня и хотел сказать. Это я в отвлечении от той нашей главной тематики, поскольку я вот в новых наушниках, в новом микрофоне опробую звук и так далее, но одновременно, чтобы это с пользой было для вас, прочитать вот такое мнение свое по геронтологии. И еще хотел заметить, что наряду с этим существуют сейчас многие ученые, которые, ну, как бы прогрессивно мыслят в этом отношении. Может быть, с них и надо брать пример, что, как хороший пример, если я все о плохом говорил до сих пор, а сейчас попытаюсь о хорошем. Вот некоторые ученые занялись чем? Ну, вы знаете, что молекула ДНК состоит из порядка 20 основных ведущих аминокислот. Ну, эти аминокислоты все, естественно, являются с углеродной основой. И вот современные химики, геронтологи, как говорится, с большим, с дальним прицелом, собираются заменить эти аминокислоты на кремнии содержащие, то есть заменить углерод на кремнии. И, соответственно, в разрезе крови и лимфы здесь имеется в виду замена железа на соответствующий металл. Может быть, даже и не металл. Вот по такому направлению. И в этом отношении прорывная работа была сделана в 70-е годы, когда академик, по-моему, его фамилия Овчинников, изобрел новую, так называемую, голубую кровь. Он стал ее переливать, и добился большого успеха. В этом отношении вот это прорывное направление как раз и может являться с моей точки зрения перспективным. То есть оно наряду со всеми моральными, идеологическими, которые сюда нужно добавить, проблемами, наряду с отходом от традиционных либеральных ценностей, которые, в общем-то, ведут в тупик, от религиозных ценностей, которые тоже ведут в тупик, и других идеологий, а также от основ той экономики отхода от основ экономики спекуляции, спекулятивной экономики и процента вот этого судного процента, то на основе отхода от этих всех идеологий сумма вот этих античеловеческих, я считаю, античеловеческих ценностей позволяет перейти к человеческим ценностям, которые именно в разрезе древних знаний, это Библии, Евангелия и так далее, изучение этих источников древних наших предков, создание того направления, которое, во-первых, позволит идеологически человека очистить, морально-духовно, как пытаются, ну, тоже с большими грехами, пытаются физики перейти на уровень семиэтажный, где там верхний уровень, уже в уравнении хотят включить и самого духа в свои физические уравнения. Вот, ну, вот по такому пути, если пойти, но не основываясь, конечно, на современных гуманистических традиционных ценностях, которые были испокон века до появления всех религий, до появления всех идеологий и до появления эксплуататорского общества, как писал Энгельс, при переходе к тем идеям, которые уже по наработкам, которые веками были с работами современными классиками марксизма-ленинизма, позволяет перейти к новой науке, на новой основе, геронтологии, поскольку то, социалистическое общество, в котором мы с вами жили, оно позволило подойти к этой проблеме серьезно и получить в этом направлении очень большие и серьезные результаты, которые следует продолжать. Но уже возвратившись к этим тем ценностям, к тем классическим аксиомам и выводам, которые были изложены в теории социалистов, марксистов, ленинцев, сталинцев. И в дальнейшем развитии Мао-Джи-Дуна и других видных деятей, Дэн Салпина, в частности, тоже не следует сбрасывать со счетов. Набирая совокупность вот этих положительных всех моментов истории, отбрасывая те моменты, которые касаются античеловеческих действий, уничтожения материальных и культурных ценностей, уничтожения наследия человеческих культур, наций, национальностей, народностей, отвлекаясь от этой всей мерзости, мы должны создать новое совершенно общество. Используя тот богатый опыт социалистического строительства, который был накоплен в стране с 1917 и по 1991 год. Спасибо большое за внимание. На этом я такую пробную лекцию социально-политическим уклодом заканчиваю. Считаю ее как отвлечение, как отвлечение от нашего основного материала. Основной наш материал касается электричества, магнетизма, его применения и перспектив его развития для будущего, для службы человечества. Спасибо большое вам за внимание. До свидания. Будьте здоровы. удачи! 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 Удачи!